Добро пожаловать в римзону кузницы тест-драйва. Друзья, работы у нас продолжаются. Медленно, но уверенно, мы идем к завершению проекта ГАЗ-53 и риги двух тринадцатых, одиннадцатый и шестнадцатый. Именно об этом мы сегодня поговорим в этом выпуске. Вы на канале кузница тест-драйва и его ведущий Максим Красильников. По такой уже сложившейся традиции за два с половиной месяца, в начале ролика хочу передать огромный привет своим деткам Диме и Ксюшечке. Ребятки, я вас очень люблю и папка сильно о вас скучает. И папа очень надеется, что день нашей встречи не за горами. Как бы там что, нам козни не строили, товарищи некоторые. Друзья, как видите, вот эта боковина уже полностью у нас готова. Она уже, блин, еще берется чуть-чуть. Пошпаклевали только что, ребята, сейчас будут зачищать. Она уже отрихтована. И я думаю, что в течение трех-четырех дней вот эта сторона уже будет собрана и покрашена. Сейчас больше мы ушли в проект Риги-11. Как бы занимаемся попутно и 53-м. Но больше, как-то видите, изменений у нас идет по все-таки вот Риги-11. Цвет подобрали очень удачно. Попали один в один. Единственное, что еще надо окрасить сам глушитель. Правильно заметил один из наших подписчиков, что красить лучше, конечно же, жаростойкой краской. Поэтому сейчас вот ищем такого же. Пусть там на тон будет разница. Надеюсь, что найдем. А так, в принципе, техника вся готова к сбору. Единственное, что по Риге-11, ребята, вылез такой косяк конкретный. Это именно с рулем дырчиков. Обратите внимание, какой хром здесь весь убитый. Поэтому, друзья, такое ставить, честно говоря, не хочется. Перехромировать это очень дорого и долго в нынешней ситуации, которая у нас в стране. Поэтому будем что-то искать. Так что, если у кого-то есть на Ригу-11, Ригу-12, там сами рули одинаковые и хром в достойном состоянии, пишите нам на почту. Почта есть в описании канала. Смотрите, друзья, внимательнее, она там есть. Потому что очень много задаете вопросов, где найти почту. Почта в описании канала. Вот, посмотрите, какой выходит второй наш экземпляр Риги-13. Во-первых, мне кажется, гораздо красивее красно-белое сочетание. Такой ярко-красный, белый. Гораздо интереснее смотрится, чем он был полностью оранжевый. Сейчас уже устранены все люфты. Видите, уже ничего нет на педалях, потому что было почему-то раздолбано все. Сейчас еще загвоздка есть с ручкой газа. Она подклинивает. Ну, я думаю, мы это победим. Вопрос в ближайшее время. Я тоже думаю, что 2-3 дня этот мопед уже поедет. Но я хочу уже их снимать, друзья, вместе. Вот. Поэтому наберитесь чуть-чуть терпения. И будет все как бы хорошо. Вот. Болтики, гаечки, все стараемся ставить оригинально. Но на этот мопед, так как этот мопед будет нами использоваться, и точнее даже не нами, а вами, не за горами тот день, когда будет у нас свой музей, я в это свято верю, и будет несколько единиц мопедов, велосипедов, на которых вы, придя в музей, сможете прокатиться. Поэтому на этом экземпляре мы сильно не заморачиваемся в плане по аутентичности болтиков. Потому что на Риге 11 некоторые болтики пришлось, они просто не раскручивались, сничтожить. Они тут, в принципе, на этих дырчиках все одинаковые. Поэтому этот мопед своими болтиками послужил, ну, можно так сказать, донором для музейного экспоната. Так как это не музейный экспонат, а экспонат для покатушек, я думаю, что вы меня простите за такую фривольность и отхождение от аутентичности дракона. Так что, друзья, идет сбор. Осталось, кстати, по покраске только окрасить бак. И надо поехать. Все, честно говоря, некогда. Вот он, бак лежит с него. Вот, видите, кто не видел, какого цвета он был, и он был весь такого, одного цвета. Это, ну, как-то немножко покрасивее, мне кажется. Кстати, вот вычухали даже пробку. Она была такая, с желтым таким налетом. Сейчас вот она беленькая, кстати, благодаря вашим советам. Вот. Единственное, что больше она как-то повъедалась, видно, смесь бензина с маслом. Чуть-чуть в пластик так она аж проникла туда, внедрилась. И, конечно, друзья, очень хочется побыстрее закончить мопеды. У нас еще есть Карпаты вторые. Я думаю, в следующем видео мы все сюда еще перетащим, чем мы будем заниматься мототехникой. Потому что, друзья, вот те мопеды, которые мы сейчас восстановили, например, Рига 13-я бело-голубая, Рига вот эта вот, Рига 11-я. Видите, на 11-ю придется искать руль. На вот эту тоже нужны, на 16-ю Ригу койки и запчасти. Мы восстановили это все благодаря вашей помощи. Потому что обратился за помощью, что канал сейчас не может зарабатывать деньги на реставрацию. Если правильно подметил один из подписчиков, что Максим никогда ничего не просил. Но тут, опять, я не прошу. Я говорю, ребята, хотите, чтобы продолжалась реставрация техники? Кто чем может, тот помогает. И за это мы очень благодарны и признательны. Точнее, как, прошу помочь, но никогда не клянчу, как там писали. Клянчить я никогда не клянчил и клянчить не буду. Поэтому нормальная практика. И благодаря вам это материалы, болтики. Ребятам надо что-то покушать. Это как раз благодаря вам и идет возрождение этой нашей дорогой, родной и на сегодняшний день уже уникальной мототехники. Да, пусть малоакубатурной, но нашей родной и любимой. Всеми любимой. Друзья, вот такие вот новости на канале Кузница Тест-Драйва. Работа идет. Просто, почему еще так медленно в конце видео. Скажу, что просто очень много других задач, которые надо решать. И это занимает очень много времени. Как на территории базы, так и в жизни. Друзья, всем спасибо за внимание. Я вас всех очень люблю и уважаю. Именно весь наш костяк подписчиков, которые смотрят нас очень долго. Всех еще раз хочу поблагодарить за поддержку. Моральная поддержка, друзья, это тоже огромное, великое дело. До новых встреч. Пока. Мопеды, мотоциклы, грузовики, автобусы, дехтовой транспорт. Ребята, это кайф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok